Футбольные противостояния На очереди битва Тоттенхэм-Ходспур против Арсенала Противостояние Северного Лондона, имеющее богатейшую историю Тоттенхэм-Арсенал В этом противостоянии много радости и много страданий, говорит Терри Нил Каждая игра пропитана духом противостояния, говорит Терри Венеблз Противостояние всегда было и будет жестоким, говорит Клай Фаллен Не имеет значения, где проходит игра и на каких местах идут команды Даже если мы опережаем их на 10 очков или отстаем матч, с Тоттенхэмом все равно особые, говорит Терри Анри Между этими командами постоянно идет соперничество Все особенно настраиваются на эти игры, пытаясь выиграть во что бы то ни стало Это самая важная игра, говорит Ледли Кинг У противостояния долгая история, и в день игры она как будто оживает Арсенал Тоттенхэм-Ходспур разделяет лишь короткая поездка на автобусе Сами болельщики живут в одном и том же районе, они могут быть даже членами одной семьи И такая приближенность друг к другу делает дерби Северного Лондона одним из самых непримиримых в английском футболе Подготовка к матчу, его ожидания, боязнь проиграть, все это делает матч особенным Варит Терри Венеблз Люди жаждут победы, чтобы завтра гордиться своей командой перед соседом, поиздеваться над ним Нет ничего более неприятного, чем самому быть объектом насмешек В Лондоне 13 профессиональных футбольных команд, но только между двумя из них идет жестокое противостояние, полное страсти Это клубы Арсенал и Тоттенхэм-Ходспур А страсти кипят не шуточные Это лучшая картинка в Лондоне Но это не всегда было противостоянием Северного Лондона Корни Арсенала растут из района Вулвич, что на юго-востоке английской столицы Мы не забыли, что наши корни из Вулвича и Пламстеда Но хотя мы уважаем свое происхождение, сегодня Арсенал — гордость именно Северного Лондона Команда Вулвич Арсенал принадлежала Королевскому оружейному заводу и сыграла первые матчи в 1886 году Здесь на площади Дайл Клуб развивался и скоро ему пришлось переехать на север в район Хайбери Арсенал — лучшая команда Лучшая всегда Так Арсенал прибыл в район, где базировался Тоттенхэм, но к пришельцам из Вулвича относились к подозрениям Тоттенхэм был в Северном Лондоне, изначально Арсенал, Вулвича Это все задокументировано, а не клуб из Южного Лондона В 2006 Арсенал переехал еще на полмиле в новый стадион Эмирейтс И это повлекло рождение еще одной теории болельщиков шпор А не клуб путешественников, цыгане, если хотите знать Не могут сидеть на одном месте, то были в Южном Лондоне, сейчас переехали в Хайбери Мы же были основаны в 1913-м в Северном Лондоне, и с тех пор никуда не двигались Они же приехали к нам, фактически во двор Они хотели у нас отнять то, чего у них нет на протяжении всей истории Это четко прослеживается Болельщики Тоттенхэма всегда говорят, что Тоттенхэм — единственный клуб из Северного Лондона А Арсенал из Южного, говорит Грэм Стэблс Но мне кажется, эти слова сильно попахивают отчаянием Северный Лондон, Южный Лондон, как бы там ни было, но для болельщиков обеих команд победа над соперником — синоним счастья Думаю, они должны найти какую-то другую точку зрения на историю, чтобы суметь поставить болельщиков Арсенала в неловкое положение Херберт Чепмен, один из величайших тренеров Арсенала, был игроком Тоттенхэма Откуда у них белые полоски на рукавах футболок? Херберт Чепмен хотел воссоздать в Арсенале ауру Тоттенхэма Повторю, что все это пахнет отчаянием Белый цвет — цвет Тоттенхэма, символизирующий добро и чистоту Тоттенхэм играет в чистый футбол, Арсенал — нет Но раз речь идет о таких привлеканиях среди жителей Северного Лондона, то у болельщиков Тоттенхэма есть по крайней мере один козырь История произошла в 1919 году, когда Арсенал играл во втором дивизионе Арсенал просто купил свое место в высшей лиге Во втором дивизионе они заняли пятое место, а Тоттенхэм в высшей лиге занял место одной из последних, то есть вылетал История и прецеденты говорят о том, что при расширении лиги команда из высшей лиги остается в ней Но каким-то образом, и никто не знает как, в итоге получилось, что Арсенал оказался в высшей лиге Они это место просто купили Это часть истории, каждый раз, когда мы, болельщики Арсенала, об этом слышим, мы смеемся и улыбаемся Поскольку наше место в высшей лиге нам досталось за счет Тоттенхэма Именно тогда и началось великое противостояние двух команд Канониры доминировали в ранние годы 20-го столетия, когда ими руководил великий тренер Херберт Чепмен Приведший команду в 30-е годы к пяти победам в чемпионате и двум кубкам Англии Но в 60-м расстановка сил в северном Лондоне изменилась Тоттенхэм под руководством Билла Николсона был лучшим клубом той поры Давным-давно, когда я пришел в Арсенал в возрасте 17 лет, то, должен признаться, восхищался Тоттенхэмом Мы ходили на их матчи по специальным пропускам Игрокам Арсенала позволялось бесплатно смотреть прекрасные игры Тоттенхэма Еще парнишкой я мечтал попасть в Тоттенхэм Считал, что это моя команда Со школьной скамьи я бегом направлялся к стадиону, чтобы посмотреть матчи Меня уже тогда пытались привлечь Арсенал и Тоттенхэм И я хотел посмотреть побольше футбола Час триумфа Тоттенхэма настал в 1961-м, когда болельщики рукоплескали команде Билла Николсона Ставшей первой, кому удалось выиграть в один год и чемпионаты кубок Звездой команды был Дэнни Бленч Флауэр Команда, выигравшая золотой дубль, где играли Дэйв Маккай, Клифф Джонсон, Бленч Флауэр и другие Демонстрировала лучший футбол, который я когда-либо видел Играли красиво, быстро Я ходил на те матчи и не думаю, что когда-либо еще увижу такую атмосферу на стадионе, как там Команда была просто восхитительной Такими были звездные дни на стадионе Уарт Хайт Лейн и по всему северному Лондону ходили заряды зависти Конечно мы им завидовали Говорит Теренил Завидовали, ревновали, ведь они добились успеха и в Европе Все болели за них У Тоттенхэма все было лучше, говорит Эрри Венейблс В те годы, когда продавался хороший игрок, все знали, что фаворитом на приобретение будет Тоттенхэм Да, популярны были и Эвертон, и Арсенал, и Манчестер Юнайтед Но с точки зрения финансов никто не мог тягаться с Тоттенхэмом Успех шпор усилил напряжение в дни дерби В 60-е мало чем отличались от сегодняшнего дня в плане дерби Арсенальцы не думали ни о чем, кроме как о том, чтобы обыграть Тоттенхэм Улицы были переполнены с раннего утра, атмосфера стояла накаленная, все с нетерпением ждали начала игры Неделями болельщики думали только об этом матче Все говорили исключительно о своем главном сопернике и ни о чем больше Но несмотря на противостояние, сами игроки соперничающих команд нередко дружили за пределами футбольного поля Как, например, Джордж Грэм и Терри Венейблс Помню день игры на Хайбери, то был день моей первой женитьбы, говорит Джордж Грэм Женился я утром, а посаженным братом на свадьбе был Терри Венейблс, который должен был играть в тот вечер за Тоттенхэм После церемонии бракосочетания мы с Терри поехали на Хайбери Достижение Тоттенхэма золотой дубль 61-го года Арсеналу удалось повторить 10 лет спустя победа в финале Кубка 71-го года над Ливерпулем Была одержана спустя несколько дней после победы в чемпионате на Уайт-Харт-Лейн со счетом 1-0 Матчи против Тоттенхэма были самыми принципиальными, мы сыграли против них немало прекрасных игр, говорит Фрэнк Маклинтон В 1971 году нам нужна была победа на Уайт-Харт-Лейн, чтобы обеспечить чемпионство На стадионе 50 тысяч зрителей, может даже больше, и еще 40-50 тысяч остались за трибунами Никогда в жизни не видел столько людей, пытающихся попасть на матч За два часа до игры стадион уже ломился Моя семья всегда болела за Арсенал, говорит Дэвид Ауттон Мой отец и дядя смогли попасть в 71-м на Уайт-Харт-Лейн Когда Рэй Кеннеди забил свой гол на 85-й минуте, мой отец вместе с еще 30 тысяч другими болельщиками Арсенала оказался на поле От десятилетия к десятилетию все меняется В 60-е силен был Тоттенхэм, игравший в превосходный футбол Мы же не достигли успехов Но пришло и наше время Сначала мы выиграли Кубок Ярмарок, затем был дубль в 71-м Но помимо перемены расстановки сил для самого Терри Нила, произошла другая перемена Все началось со странного телефонного звонка Я до сих пор не знаю, почему в середине 70-х совет директоров Тоттенхэма попросил меня сменить на посту тренера Билла Николсона Понятно, что болельщики были против того, чтобы бывший капитан Арсенала пришел на место великого Николсона Тогда Тоттенхэм шел на последнем месте Я получал кучу угроз и проклятий по телефону Люди ждали у парковки, чтобы сказать мой адрес с пару ласковых Нам удалось остаться в высшей лиге только благодаря победе в последнем матче И такова уж человеческая природа На следующий день меня уже считали героем Но будучи бывшим героем Арсенала, Терри Нил не собирался долго оставаться у Уайт-Харт-Лейн Конечно, я с грустным чувством покидал Тоттенхэм Но все дело было в том, что я никак не сумел найти общий язык с советом директоров Я был слишком молод, чтобы сдаться им на милость Естественно, было лишь одно направление, по которому Терри мог уйти вдоль по улице Сэмми Систер Вдруг неожиданно мне позвонили и спросили, не хотел бы я пообедать с Питером Холливудом Он относился ко мне как к сыну с тех пор, как я пришел в Арсенал с 17-летним парнишкой Пара больших порций джинна с тоником на лужайке, это было летом 76-го И я услышал добро пожаловать обратно Только в Арсенале я чувствовал себя как дома Но не только Терри Нил ушел из Тоттенхэма в Арсенал Пэт Дженнингс, легендарный голкипер Шпорт, тоже отправился в том же направлении Пожалуй, моей лучшей трансферной сделкой было приглашение Пэта Дженнингса из Тоттенхэма в Арсенал Когда я предложил ему 4-летний контракт, все вокруг недовольно качали головой, намекая на то, что мы с Пэтом долго играли за сборную Северной Иландии и были хорошими друзьями Но спустя 8 лет Пэт Дженнингс все еще был первым вратарем Арсенала и сборной, хотя я к тому времени уже покинул клуб Пэт Дженнингс был классным вратарем, и это его качество положительно повлияло на то, что он оставил добрую память среди болельщиков обеих команд Мы всегда приветствуем хороших игроков, дело в том, что из Тоттенхэма в Арсенал всегда переходили только самые лучшие футболисты Пэт Дженнингс, легенда обоих клубов, и все к нему хорошо относятся Но не всегда переход футболиста из одной команды в другую проходил гладко уход Соло Кэмбелла из Тоттенхэма в Арсенал в июле 2001-го вновь зажег огонь противостояния в Северном Лондоне с новой силой Ибо этот защитник был лучшим игроком в составе Шпор Когда Кэмбелл уходил, газеты назвали его шаг последним актом предательства Игрок обманул болельщиков, ибо чуть раньше обещал, что никогда из Тоттенхэма не уйдет До последнего дня все болельщики Тоттенхэма были уверены, что Соло останется и продлит контракт с клубом, говорит Саймон Джонс Но в итоге он подписал контракт на 100 тысяч фунтов в неделю и перебрался к злейшим врагам в Арсенал, это по футбольным меркам преступления Я беседовал на эту тему с несколькими болельщиками Тоттенхэма, с которыми я дружил в глубине души Они прекрасно понимают, что у Кэмбелла не было иного выбора Он был центральным защитником мирового класса и нуждался в клубе посильнее А Тоттенхэм тогда занимал 11 место Нас ранил тот факт, что он ушел именно в Арсенал, ведь он всегда говорил, что является фанатом Тоттенхэма до мозга костей И вдруг он на самом тяните карьеры совершает этот чертов переход Обидно, что и говорить Вернемся в 70-й, Арсенал быстрым темпом доказывал, что является лучшей командой северного Лондона В 78-м году Терри Нил привез свою команду на Уайт-Харт-Лейн Знаменитый гол Лайма Брейди и хэт-трик Алана Сандерленда Помог канонирам выиграть у Тоттенхэма со счетом 5-0 В 86-м Арсенал сделал ключевое назначение тренером команды стал Джордж Грэм Бывший в свое время символом команды, как игрок, он стал прагматичным тренером Во второй половине 80-х, в начале 90-х мы вновь играли в хороший футбол А затем почему-то все стали считать Джорджа Грэма убийцей футбола И говорили, что им не нравится смотреть на Арсенал Хотя команда за все эти годы выиграла несколько кубков Арсенал стал известен как скучная команда Но ни игроки, ни тренеры, ни болельщики не уставали от выигранных трофеев Все, что говорили болельщики Тоттенхэма в эпоху Джорджа Грэма, было следующее Да, вы выигрываете, но вы скучные Мы действительно выигрывали и действительно играли в скучный футбол Так играли все команды Джорджа Грэма На Уайт-Харт-Лэйн такого случиться не могло Начиная со славных 60-х, болельщики требуют от команды только красивой игры Болельщики ждали от нас определенного стиля Это непросто, ибо нельзя просто выиграть, заблокировав путь к своим воротам И забить какой-то случайный гол Болельщики бы этого не поняли Арсенал другое дело Думаю, там было достаточно хороших защитников, чтобы позволить себе играть в скучный футбол Команда мало пропускала и не особо волновалась по поводу стиля Я знаю, в футболе самый важный результат, но в футбол есть не что иное, как зрелище Так что его качество тоже очень важно Тем не менее, болельщикам Тоттенхэма было нелегко видеть, как на той стороне улицы Арсенал празднует успехи Арсенал всегда старался равняться на достижения Тоттенхэма Мы были первой британской командой, выигравшей Еврокубок Мы выиграли в общем три Еврокубка, а не два Мы были первым клубом в 20 веке, сделавшим золотой дубль И вновь они хотят принизить это достижение Еще мы первая команда, дважды подряд выигравшая Кубок Англии Это тоже им не нравится Мы первый клуб, дважды выигравший Кубок Лиги Но несмотря на гордые результаты Шпора, Арсенал все больше добивался успехов И всякий новый тренер Тоттенхэма старался равняться на Арсенал Я пришел в Тоттенхэм в ноябре 1987-го, когда Арсенал показывал прекрасные результаты Конечно, лучше, чем наши, мы старались догнать Нельзя сказать, что это была легкая задача Но команде Венебулса удалось взять верх над соперниками из Северного Лондона Через четыре года Тоттенхэм в полуфинале Кубка Англии играл на Уэмбли против Арсенала На кону стояла путевка в финал Кубка 91-го года В 91-м, когда Гэри Линкер играл у нас, мы выдали фантастический матч в полуфинале Кубка Арсенал был очень силен, но мы их переиграли И все было по делу Лучшим моментом для нас был полуфинал Кубка 91-го И, конечно, гол Пола Гаскоина Игра против Арсенала и Уэмбли привлекла массу зрителей Матч получился фантастическим Никто не думал, что Тоттенхэм выиграет Фаворитом был Арсенал Все полагали, что они выиграют дубль, ведь в чемпионате у них дела шли хорошо Просто победа в Кубке нам была нужнее Пол Гаскоин сделал свое дело Он пустил мяч, как ракету Думаю, если бы не сетка, мяч мог бы до сих пор быть в полете Гаскоин подбежал ко мне, прыгнул на меня и крикнул «Видишь, этот вратарь сборной Англии» и пытался взять мой удар Всегда помню Пола с его горящими глазами и произносящим эти слова Я называю этот матч полуфиналом, где я стоял Другим героем Тоттенхэма в тот день был Гэри Линкер, забивший два гола, превратив этот матч в один из самых памятных для болельщиков Тоттенхэма Форвард английской сборной обеспечил команде победу со счетом 3-1 Но пока Тоттенхэм праздновал успех, красно-белая половина северного Лондона пыталась забыть про неудачу Я был единственным болельщиком Арсенала в школе, а три моих лучших друга болели за Тоттенхэм На следующее утро я притворился больным, чтобы отец не отправил меня в школу Он сам пытался найти повод, чтобы не выйти на работу Так что я получил выходной, это было ужасно Потрясающий матч, что и говорить Команда начинала блистать и должен признать, что мы тогда выдали ряд прекраснейших матчей Большая заслуга в этом полу Гаскойна, а именно вокруг него шла вся командная игра Да, Тоттенхэм обыграл нас в том полуфинале благодаря гениальному полу Гаскойну Но это их единственная победа над нами за долгое время, и мы несколько месяцев горевали по этому поводу Но это продлилось не так долго, через два года мы вновь встретились с Тоттенхэмом в полуфинале Да, команды вернулись на Уэмбли на сей раз, однако Пол Гаскойн не играл за Тоттенхэм Ходспор Вновь играли на Уэмбли, и вновь матч ждали с нетерпением Но игра пошла совсем по другому сценарию Тоттенхэм не смог показать свою игру, и все закончилось со счетом 1-0 в пользу Арсенала Это было напоминанием скучного футбола канонеров Прекрасный получился гол Тони Адамс не зря носит прозвище «Мистер Арсенал» Он олицетворяет собой все лучшее, что есть в нашем клубе, и победа в этом дерби была особенно сладкой Действительно, после гола Пола Гаскойна болельщики Тоттенхэма имели мало поводов для радости Их кошмары в основном были связаны с именем одного человека, Арсена Венгера Который встал у руля Арсенала в 96-м Он отшлифовал стиль команды, и вновь успехи пришли в Арсенал Конечно, это было время Арсена Венгера Для Арсенала это золотой период, который вряд ли еще повторится Венгер, революционер и провидец Мы стали играть в такой красивый футбол, какой в Англии не видел никто Игра Арсенала в 2003-2004 это нечто гениальное Чемпионат 2003-2004 годов Арсенал выиграл, не потерпев ни одного поражения Это злило болельщиков Тоттенхэма, ведь Арсенал начал играть действительно в красивый, привлекательный футбол И болельщики Шпор поняли, что время скучного Арсенала осталось в прошлом До той поры Тоттенхэм хотя бы мог возразить, что играет в более привлекательный футбол Но вдруг наши враги стали демонстрировать потрясающие спектакли И болельщики, конечно же, сникли Думаю, самым обидным для нас было то, что неожиданно для всех они стали играть в стиле Тоттенхэма Тириан Ри, конечно же, один из величайших футболистов в истории Но если вглядеться, немало матча они выиграли не самым честным путем Арсен Венгер, как ни один другой тренер, любит кричать на арбитеров Арсеналу не хватает джентльменства Тони Адамс, например, постоянно сигнализировал об офсайде Он первым начал наезжать на судей Но так нельзя играть в футбол Если вы переняли стиль Тоттенхэма, следуйте ему во всем Нужно играть честно в каждой игре Именно этот стиль привил Тоттенхэму Билл Николсон в свое время Арсенал же так играть не может Тем не менее, нельзя отрицать, что тут Арсенал Одна из лучших команд, когда-либо игравших в Англии В завершении триумфального, беспроигрышного сезона Канадиры оформили свое чемпионство в логове врага на стадионе Уайт-Харт-Лэйн Что может быть хуже, чем видеть своего злейшего врага Празднующего победу в чемпионате на твоем стадионе? Можно говорить о чем угодно, сколько угодно, но мы сделали это Оформили чемпионство на их стадионе Не знаю, будет ли шанс у Тоттенхэма выиграть чемпионат на нашем стадионе Так что это сладкое воспоминание останется со мной надолго Если не считать того, что Тоттенхэм радовался голу Робби Кину на 90-й минуте с пенальти Все было замечательно Приятно было наблюдать за их болельщиками, потому что они сходили с ума только от того, что на своем поле им удалось сравнять счет против Арсенала на 90-й минуте Но факт был в том, что мы стали чемпионами на их поле У них было всего 2 секунды радости, а мы стали чемпионами на целый год Для Арсенала это было и время переезда Команда перебиралась на новый стадион Эмирейтс, вмещающий 60 тысяч зрителей, попутно предоставляя место на поле многим молодым игрокам Под руководством голландца Мартина Йола Тоттенхэм немного выправил свои дела, чуть было не лишив Арсенал места в Лиге чемпионов в 2006-м Но им это не удалось, и вновь шпоры остались в тени канониров Нужно признать, что Арсенал действительно провел несколько прекрасных сезонов Арсен Венгер сделал настоящую революцию, поменяв все в клубе Он поднял команду на новый уровень, добился с ней выдающихся достижений Не только Тоттенхэм, но и другие команды Премьер Лиги не могли тягаться с ними Но по-моему разрыв быстро сокращается, и мы совершили качественный скачок Уверен, что Арсенал это прекрасно видит Все у Арсенала было хорошо, новый стадион, новые игроки Но решение одной звезды покинуть команду в 2007-м стало как будто сигналом к началу конца Хочу поблагодарить всех, с кем работал и играл, и каждого по отдельности Особенно президента клуба, мистера Дина и всех болельщиков Арсенала Мы сделали что-то нереальное, и я всегда буду любить этот клуб Покинуть его самое сложное решение в моей жизни Вместе с уходом кумира-болельщиков Арсенала пошли слухи о коридорных перестановках в клубе И его возможном приобретении синдикатом миллиардеров Для меня это очень грустно, говорит Ренил Ведь Арсенал всегда был клубом единых сердец Всегда во все годы Сила клуба была в совете директоров Теперь, похоже, это не совсем так Возможно, впереди нас ждет много интересного Но я боюсь, что это может стать концом великой эры Для футбольного клуба Арсенал Что касается Тоттенхэма, то сезон 2007-2008 не стал решением проблем Мартин Йолл был уволен На его место пришел испанец Хуан де Рамос Который сразу же понял, насколько же важна для клуба из Уайт-Харт-Лейн его богатая история Конечно, это большая честь работать в таком великом клубе С такой богатой историей Но не думаю, что можно жить только прошлыми достижениями Нужно жить сегодняшним днем Этот клуб делает все, чтобы быть великим и сейчас, и в будущем Надеюсь, скоро мы добьемся серьезных успехов Создадим новую славную историю А не просто будем оглядываться и говорить, что этот клуб великий Нельзя почивать на лаврах прошлого Нужно работать для достижения новых успехов Спасибо за внимание Не пропустите остальные серии цикла «Великие футбольные противостояния» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за внимание!